СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ Руководитель клуба скандинавской ходьбы Ненецкого округа Ирина Терещенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Ростиславовна, вот этот первый фестиваль скандинавской ходьбы, это как возможность рассказать об этом виде спорта и привлечь новых участников? Да, это абсолютно правильно, потому что мы хотим, чтобы это движение набрало колоссальные обороты. Поэтому это пилотный проект. Мы посмотрим, что у нас 6 августа из этого получится. Я думаю, что все мы проведем прекрасно, интересно, людям это очень понравится. Но самая главная задача еще, это мне представить будущие соревнования. Поэтому и тема, и сам ход мероприятий связаны именно с этим. Это будет проводиться 6 августа в Центре арктического туризма. В 9.30 будет отходить автобус от городской администрации. Поэтому мы приглашаем всех жителей округа, любителей скандинавской ходьбы, обязательно посетить наш фестиваль. Фестиваль будет очень интересен. И он у нас проходит в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. При совместной поддержке, при очень тесной поддержке регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» под руководством старости на Ольге Валентиновне, при тесном сотрудничестве с партией «Единая Россия». Очень мощная поддержка окруженных властей, городских властей. Это департамент региональной политики НАУ. Это департамент образования, культуры, спорта и туризма. Это Центр арктического туризма. И в этот раз нам очень поможет и азербайджанская диаспора. У нас будет прекрасная азербайджанская кухня, чаепитие, ну и позитивное настроение. Значит, мы на фестивале что расскажем? Самое главное, я представлю свой клуб, нашу деятельность. Сколько, что мы сделали за эти четыре года? Ну, это будет такая небольшая тематика. Мы расскажем всю теорию, методику, технику скандинавской ходьбы. Как подобрать правильно палочки? Это будет инструктор по скандинавской ходьбе, Мария Завьялова. Инструктора у нас имеют квалификацию Международной Федерации. Это методика техники по Финляндии, по финской технике. Вот. Затем нам представят очень интересный мастер-класс «Вепрева Татьяна Анатольевна». Это будет техника рисования без контакта с водой. Будет называться «Осенний пейзаж», то есть на тарелках. То есть каждый человек может нарисовать на тарелке что-то сам и унести это домой. Покажет свое творчество Инга Ардеева. Вот. И мы проведем маленькие мини-соревнования для лиц старше 50 лет, мужчины и женщины. Дистанция 1090 метров. То есть каждый сначала научится технике. Мы покажем технику подъема, технику спуска. И вот они сами себе проверят, да, чему они научились. И мы таким образом сделаем такое маленькое красивое спортивное зрелище. Ну, я так понимаю, что большинство это будет участников, это будут участники вашего клуба. Ну, я не думаю, что только любители, все любители. Потому что в моем клубе, а их более около 300, но я сейчас уже даже боюсь сосчитать, сколько уже ходит на скандинавских палках. Но моя-то задача научить правильно ходить, да. Поэтому мы сейчас и проводим на своей трассе по авиаторов 30, понедельник, среда, пятница с 7 до 9. Я веду занятия, потому что нужно подготовить к соревнованиям людей, да, те, которые не занимаются у меня. Потому что у меня две группы. У меня спортивная группа и группа здоровья. То есть группа здоровья, скандинавская ходьба, вы видите, дает ведь очень много. Если человек хочет общения, пожалуйста, вам общение. Если человек хочет просто для себя ходить, для своего удовольствия, пожалуйста, ходим для себя. Если хочет человек, он настроен на спорт, пожалуйста, мы даем спорт. Если вы хотите походы, какие-то большие маршруты, мы даем и это. То есть это практически на каждого человека, на каждый интерес. Настроена программа. Вот сейчас очень много говорят, что эта скандинавская ходьба приходит в деревни, а вот они как там, их кто-то курирует. Да, мы, значит, вы знаете, за эти 4 года, наш клуб существует 4 года, мы вообще провели, конечно, очень колоссальную работу. Начали мы походы именно с сел округов. И мы не только, чтобы мы просто ходили, да, нас очень хорошо там всегда встречали. Еще раз хочу поблагодарить руководителей сел. И с пирогами, и с салатами такой. Столы накрывали. То есть мы рассказывали, все это очень интересно. И они выходили на улицу и пробовали вместе с нами, вот попробовать, что же такое скандинавская ходьба. Вот моя сейчас задача – показать еще будущие соревнования, которые пройдут 24 сентября. Мы приглашаем клубы России. Если получится и клубы мира, да, это было бы вообще здорово, потому что это очень большой, большой опыт. Нам нужно обязательно округ показывать на самом высоком уровне. На соревнованиях мы, конечно, себя уже показали, зарекомендовали. Нас всегда ждут. Группа Наринмара всегда ждут. Вот. И таким образом мы большой очень интерес привели именно в селах. И сейчас мы будем обучать специалисты, будут у нас уже профессиональные специалисты по скандинавской ходьбе. Я бы очень хотела, чтобы с каждого села были именно занятия такие, какие мы научим, как построить. Обучение будут проводить тренера со Санкт-Петербурга, которые имеют право готовить таких инструкторов, да, с выдачей международной федерации, с лицензией международной федерации. Но вот этот вид спорта, даже не вид спорта, а вид физической активности, как его правильно называть? Да, все правильно. Марко Кантанева, который вот именно развил этот вид, сделал его как вид, отдельный вид спортивный, да, это был Олимпийский комитет Финляндии. На самом деле, в начале пути это хотелось бы, чтобы это была как бы оздоровительная практика, оздоровительная технология. Но для них это, может быть, так и было бы, потому что они же живут, жизнью наслаждаются, им бы просто хотелось наслаждаться. Но мы-то русские люди. И превратили этот вид уже в вид спорта, потому что нравится нашим людям соревноваться, бороться. И по России это уже мощное движение, это настолько мощное движение, что уже сейчас целые конгрессы, семинары, симпозиумы проводятся именно по тематике скандинавская ходьба. Вот сейчас с 7 по 11 сентября в Казани будет как раз программа скандинавская ходьба и опорно-двигательный аппарат. Казалось бы, такой простой вид спорта, ходишь с палками, а тут прямо целый научный конгресс. Да, целый научный. Но на самом деле техника сложная, ведь у меня даже много людей занимаются, еще не у всех хорошая техника. К этой технике надо прийти, ее не сразу все схватывают. Но кто-то хочет для себя заниматься, вопросов нету. Но все равно нужно, чтобы была польза, надо правильно ходить, надо, чтобы включался плечевой пояс, очень сильно хорошо, да, чтобы работала спина, работал пресс. Вы знаете, за занятия, в зависимости от того, какую дистанцию проходят, с каким пульсом, а вообще диапазон пульса 120-150, это правильный пульс, который именно развивает сердечно-сосудистую систему. То есть не на износ сердца работает, а именно тренируется. Вот в этом-то и задача скандинавской ходьбы укрепить сердечно-сосудистую систему. И можно потерять до 2000 килокалорий. Вот вы за 4 года занятий, вы 4 года занимаетесь, на себе какие-то положительные изменения в организме увидели? Ну, естественно. Во-первых, лично о себе я могу вообще сказать, что я сама похудела более чем на 20 килограмм. Я сама медицинский работник, у меня было очень высокое давление. Вот сейчас я с этим не страдаю. Мы, понимаете, настолько... Скандинавская ходьба в чем важна-то? Она самый главный показатель развивает у человека. Это выносливость. Второй показатель у нас – это гибкость. Вот человек, который выносливый и гибкий, он и проживет много-много лет. Потому что гибкость, позвоночник – это основа здоровья. Вот этим мы всему учим. Это все обязательные растяжки. Обязательные растяжки. Я же работаю в спортивной медицине и тоже работаю с детьми, которые занимаются спортом. К сожалению, тоже могу сказать о том, что здоровье-то не на высоком уровне у ребят. У многих нарушение осанки, плоскостопие, сколиозы. Совершенно дети не растянуты. То есть этим занимаемся. Вот это важно, потому что это здоровье. Задача – это здоровье человека. Улучшить качество жизни, качество здоровья, чтобы человек не болел. Скандинавская ходьба – это прекрасный помощник именно в этой теме. Он прекрасен еще потому, что он довольно-таки малозатратен и может заниматься круглый год. Не требуется помещений. Единственное, что нужно, наверное, какую-то правильную трассу. Вот где лучше заниматься? Вот правильную трассу я всегда рекомендую, всегда говорю, никогда не ходите по асфальту. Асфальт – это он очень вреден, он очень большую нагрузку на суставы дает, на позвоночник, тем более бег. Ходить надо по природному ландшафту. Лучше всего – это тропинка в лесу. Это замечательно. Во-первых, это и свежий воздух, это позитив, это природа. Но самое главное, если мы занимаемся физкультурой или спортом, он что нам должен дать, самое главное, в первую очередь? Это здоровье. Вот это. А не усугубить, не ухочить качество здоровья. Вот только это и рекомендую всегда. Природный ландшафт. И трасса у нас сейчас, нам городские власти большое спасибо, они нам очень помогают в этом вопросе. Вот на авиаторов 30 нам готовят трассу и готовят, как бы у нас будет свое здание, свой офис, где могут люди переодеться, попить чаю после занятия. Ну, со временем ее надо, конечно, лелеять и холить, надо ее делать, готовить. Со временем это будет, я думаю, все это сделается, потому что шаги первые уже пошли, и очень мощное движение именно в помощи нам. И окружные власти нам очень помогают, и городские власти очень помогают. Поэтому я очень благодарна. А ходят только женщины в основном или мужчины тоже? Нет, пришли мужчины, и пришли молодые ребята. У меня сейчас хороший такой мальчик пришел, я просто не знаю, в восторге, и я его буду готовить уже на международные соревнования. Он вообще умничка. Молодежь идет. В чем они соревнуются? Какие там есть показатели, по которым можно по скорости? Скорость и техника. На настоящих, конечно, соревнованиях обязательно приз дается за лучшую технику ходьбы. Скорость. Здесь нельзя бегать, нельзя делать прыжки, перебежки. Это будет сейчас очень серьезно наказываться, потому что технику ходьбы надо соблюдать. То есть техника, регламент, все прописано. Да, техника обязательно должна быть. Вот сейчас вот именно в положении о соревнованиях у нас это прописано. Людей я с этим познакомлю, чтобы уже люди готовились о том, что вы должны идти, а не бежать. Это будет первый случай, когда жители округа отправятся на соревнования? Это будут международные или российские? Я приглашаю все клубы. И России, и мира. Кто приедет, буду очень благодарна. Я думаю, что уровень, конечно, сейчас будет всероссийский. Россия-то точно приедет. Но не вся, естественно. У нас очень дорогой билет, к сожалению, на Ленмар. Вот только в этом где-то остановка. Я думаю, да, всероссийские. И мы будем добиваться того, что это будет международное, потому что тема, называться соревнования, будут арктические соревнования. То есть именно вся Арктика, всегда об этом хочу, чтобы она принадлежала Нинскому автономному округу. В этом плане, да? Чтобы к нам ехали на эти соревнования. Соревнования вообще пройдут тоже при очень мощной поддержке. Очень интересная будет культурная программа для гостей города. Очень. Но это потом уже, наверное, будет отдельная тема разговоров. А дата уже известная? 24 сентября. Так, уже много. Ивна Альяна Вендер уже об этом писала. Так, что людей тихонечко готовим. И сейчас вот именно на этом фестивале мы с этим познакомим. И чем больше людей будет об этом знать, тем больше участников будет на соревнованиях. Вот человек, допустим, захотел заниматься скандинавской ходьбой. Куда ему обратиться? Что при себе иметь? И вообще в чем он должен быть подкован? Значит, обязательно нужно пройти, я так рекомендую, отделение приема спортивного врача, это в отделении спортивной медицины. Потому что доктор сразу поставит, определит, с какой вы нагрузочкой должны начинать занятия. То есть мы заполняем карточки физкультурника и спортсмена на каждого человека. Они у нас проходят раз в полгода обязательно обследование, каким образом действует скандинавская ходьба на их здоровье. Нужно принести амбулаторную карту, медицинский полис и по телефону 650-66 записаться на прием. После того, как он прошел медицинское обследование... Начинаем заниматься. Начинаете заниматься. Какую нужно экипировку иметь? Легкая спортивная одежда, по сезону, естественно, да, все по сезону. Самое главное – это обувь. Обувь должна... Я всегда рекомендую кроссовочки фирмы «Соломон», потому что у них очень хорошая пятка, очень хорошо держит голеностоп, хорошая очень именно подошва, ортопедическая, с хорошим перекатом. То есть сразу человек ставит правильно стопу. Вот компания «Соломон» очень хорошие именно кроссовки. Ну, в моем, как бы, я считаю так, потому что я многие тестировала кроссовки. Больше всего нравится «Соломон». Ну, и, естественно, нужны вот палки приобрести. Где их можно? Палки можно приобрести. У нас палки... Если у кого-то палок нет, у нас есть клубные палки, мы можем давать на занятиях. Бесплатно совершенно палочки пока, да. Потом можно их приобретать. У нас же можно и приобретать, потому что я работаю со спортивными клубами, и палочки у меня только европейского качества. Это Италия, это Финляндия, это Эстония. Ну, вот, а если в сельском населенном пункте кто-то решил создать такой клуб интересов, то им как бы... У нас, во-первых, я же председатель не коммерческой организации, мы же сейчас как НКО, и мы пишем гранты. Пожалуйста, кто-то... Вот я знаю, что очень много палочек приобретено в очень многих уже селах. Вот Кордакова. Наталья Александровна, мы вчера с ней разговаривали. Она уже тоже по гранту именно приобрела в Харуте, по-моему, или в Харивире. Там уже палочки в этих деревнях есть. В те деревни, где я консультировала, палочки приобретали у меня. Ну, то есть они заказывали, и они покупались. Сейчас мы можем это в условиях гранта уже закупать. Пожалуйста, именно на село. А сегодня сколько уже деревень подключились к вашему движению? Это Оксина, это Коткина. Замечательно девочки работают. Они у нас сейчас именно обучатся. Я хочу, чтобы они профессионально работали. Подготовили людей к соревнованиям, если кому-то надо, и к большим маршрутам переходом, потому что мы очень много ходим по горным маршрутам. Сейчас мы только с Адыгеи приехали. Вот мы покоряем именно горы. Вертикальные метры. Не только идем по уравнению, но и вертикальные метры. Тренировки идут. А может быть, вам какой-то такой рейд по деревням сделать, чтобы привлекать больше людей? Вот потому что у меня, допустим, мама в Бугрино, там никто не занимается, но она как-то стесняется, говорит, что я буду ходить, и все будут смеяться. Ну, так давайте мы... Обязательно дайте мне ее телефон, и мы созвонимся. И я думаю, эти вопросы все ведь можно решить. Мы потихонечку, потихонечку, уже очень много деревень. Красная, Оксина, Коткина. Сейчас представитель впервые приедет с Нижнепеши на фестиваль. Люди сами хотят, понимаете, вести эти занятия. И мы это очень приветствуем. Ну, и кроме того, что это хорошая поддержка здоровья, вы еще ездите в другие регионы, ходите по тропам. За четыре года мы посетили, значит, не то, что посетили, мы покорили Эльбрус. Пока, конечно, не все вершуно, потому что у нас 5,642, мы дошли до 4 тысяч метров. Просто была очень плохая погода, альпинисты нас уже туда не пустили, потому что нас вели именно уже альпинисты по тем тропам. Это Хибины, Кольский полуостров, очень прекрасные горы, жесткие, мужские горы. Тяжело работать там. Вот сейчас мы были Кавказ, уже со стороны, начало Кавказа, это Адыгея. Там была высота у нас, горы Унакос, 1100 метров, вертикальных метров. Все справились, все молодцы. Мы были Португалией, Испания, там Пиренеи, но там больше равнины, конечно, мы все равно работали на высоте. Так что все очень интересно. Следующая у меня поездка, это будет планироваться июль, это Камчатка, 17-го года. То есть все вулканы, Тихий океан, там мы все проходим. Большими группами выезжаете? В среднем у меня человек 15, 17, 12. Вот так вот ходят, те, которые могут переносить такие, в общем-то, нагрузки. Но это посильно всем, абсолютно всем, потому что люди тренируются, это посильно всем. А вы как-то специально выбираете вот эти маршруты, вот исходя из чего? Во-первых, я работаю с клубами. Первый клуб, конечно, у меня, это «Пойдем ходить в Санкт-Петербург». Это очень мощный клуб, Ирина Марковская возглавляет. Мы в очень тесном контакте с ней работаем, очень серьезно продумываем всю логистику путешествий. Мне надо, чтобы у меня люди, если отработали 30 километров, они должны прийти отдохнуть. Питание, это очень важно. И я сейчас еще подписала соглашение, работаем с клубом путешественников «Странник». Это уже Москва. Мы с ними сейчас попытаемся съездить на Камчатку. Понравится, мы будем работать. Потому что у меня в планах еще после Камчатки-то Исландия, это Новая Зеландия, это покорение горы Фишт, Северный Кавказ, там 2000 метров. Обязательно надо подняться на эту гору. То есть каждый маршрут, он сложнее предыдущего. Да, он продумывается у нас обязательно. Но мы идем налегке. Конечно, я не даю нагрузку таких больших рюкзаков, потому что все равно проблема у всех с опорно-двигательным аппаратом. Нагрузку дополнительно не даю. Но они работают. Они очень серьезно работают и проходят все. Все справляются. Ну, это, наверное, не новички, а те, кто занимается год-два. Вот в этот раз сейчас в Адыге у меня практически полгруппы поехало новичков. И они все в восторге. Ну, они, может быть, занимались так более-менее серьезно, может, полгода. Вот так вот. И они все в восторге. И вот уже вопросы только, когда в следующий раз едем. Ну, задача в том, что как бы это все дороговато. Я даю возможность людям подкопить денег, потому что мы же все за свой счет делаем. Но это людям интересно. Вы видите, насколько интересны люди сами. Им интересно увидеть планету и пройти ее же своими ножками. Человек, который прошел своими ножками свою землю, он никогда ее гадить не будет. Никогда. Он ее будет любить, потому что он видит красоту. И самое главное еще, они же воспитывают себя, они же подтягивают себя друг за другом. Понимаете? Они помогают, они же в одной связке идут, они становятся друзьями. Это очень важно. Ирина Ростиславовна, вы говорили по поводу питания, о том, что здесь какая-то определенная система. Питание, значит, обязательно должен быть завтрак, очень хорошо наполненный завтрак, да. И у нас сухие пайки в обед, обязательно правильная вода. Воду я приучаю пить только теплую, 40 градусов, с хорошими наполнителями. И когда мы все это проходим, у нас должен быть хороший ужин. Но никаких углеводов уже на ужине нет. В основном это белок, потому что нужно восстановить мышечную систему, мышечную работу. Ну, уже наблюдаете какие-то положительные изменения вот у ваших подопечных? Ну, вы знаете, если 2000 килокалорий за занятие снять, вес уходит, сердце прекрасно начинает работать, костно-мышечная система укрепляется, они становятся какими-то молодыми, красивыми, жизнерадостными, желающими жить. Потому что воскресеньевская ходьба это вот именно это развитие человека во всех его направлениях. Потому что, вот еще раз повторяю, это физическая культура. Я всегда говорю о том, что физическая культура должна писаться с большой буквы. Потому что это основа. Но больной человек, он не способен ведь ничего сделать. Способен только здоровый. Хорошо, чтобы работала голова еще. Когда голова хорошо работает? Когда хорошая микроциркуляция идет. А это свежий воздух. Это кардиотренировки. Когда человек чувствует себя полным сил, он и начинает созидать. А вот вы как пришли в этот вид спорта? Я закончила Северное государство медицинский университет. Факультет адаптивная физкультура, специализация лечебная физкультура. И мы там, потому что факультеты называются еще оздоровительные технологии. Мы это все изучали. И вот я получила квалификацию там, дополнительную. И после окончания вуза мы сразу же с моим заведующим отделением спортивной медицины Ильин Владимир Юрьевич, окружная больница, мы подумали и решили, что давайте-ка запустим этот проект оздоровительная ходьба. Начала я вообще с двух человек работать. Ко мне пришло только два человека. Все так осторожно к этому относились. Ну, вы знаете, я прошла все. И на смешки, и это... Ну, я шла своим путем. И вы видите, каким результатом мы уже пришли. Буквально за четыре года я уже боюсь даже уже сосчитать, сколько уже людей занимается скандинавской ходьбой. Все смешки прошли. Вот и все. Теперь даже и по мосту ходят, и вдоль дороги. Их очень много. Да, да. Это очень радует. Мне это просто вот как бальзам на душу. Что не зря мы работали, не зря мы вот именно труда очень много вложены. Ну, у вас есть, наверное, у клуба какая-то цель, вот к чему вы стремились, к чему идете, вот ваше мнение. Мы хотим создать арктический сцен скандинавской ходьбы. Вот то, о чем я и говорю, чтобы вся Арктика, она вот именно вектор был город Наринмар. То есть Швеция, Норвегия, Финляндия, вся Арктика. Она, чтобы вот именно все эти фестивали, соревнования, семинары клубов были у нас. Это была бы моя мечта такая. Получится? Я думаю, что да. При такой поддержке получится. Нужно инфраструктуру как-то готовить. И вообще сам округ. Вот что не хватает? Что на все время. Ну, вы знаете, я хочу профессиональную, хорошую трассу, ухоженную. Ее надо делать. Ее надо делать. Хорошая же трасса у лыжников. Я очень рада за них. Я думаю, что сейчас зимой они нас пустят к себе, потому что у них все-таки освещенка. Вот. Я бы хотела тоже себе такую же трассу. Потому что это не то, что мне, да? Это нужно жителям округа. Каждый человек пришел и отзанимался на этой трассе. Она должна быть охраняемая. Обязательно. Чтобы там никаких вот этих костров, попоек. Надо людей приучать именно к формированию здоровья, именно любви к движению. И это нужно делать. А это труд. Это много надо вложить в это, чтобы сформировать у человека любовь. Так же, как в своей земле любовь. Мы по Испании шли, ведь они много не говорят о любви в своей родине. Они просто не делают, они просто не ссорят. Там просто чистота. А у нас уже везде плакаты, что только не говорим, но все равно мы придем в свой же лес и все оставим. Бесконечно уборка идет, бесконечно прибираемся. Очень хочется к жителям округа обратиться, что давайте любить свою землю. Мы сюда снова придем. И надо, чтобы это все чистенько оставалось, красиво. Потому что на севере вырастить дерево очень долго. надо все беречь. Да, и скандинавская ходьба, это как первый шаг будет к проявлению любви в своей земле. Конечно. Я и говорю, что люди, которые ходят со мной, они свою землю уже любят. Но они же трудом ее проходят. А все, что связано с трудом, через пот, через кровь, так скажем, это все ценится. Когда все даром, зачем ценить? Точно так же, как и здоровье. Я всегда говорю, вы же родились бесплатно, вы же за это не заплатили. Поэтому к здоровью такое отношение. А если бы человек заплатил, как за машину, стал бы лелеять его и холить. Правильно? А вы видите ко мне, какие люди приходят уже с утраченным здоровьем. И мне надо это все восстанавливать. Но самое главное, что у людей есть огромное желание. Я очень благодарна самим людям. У нас люди хорошие очень. Спасибо большое, Ирина Ростиславовна. Я напомню, что у нас в гостях была руководитель клуба скандинавской ходьбы Ненецкого округа Ирина Терещенко. И говорили мы сегодня о движении скандинавской ходьбы и первом фестивале, который пройдет в августе этого года. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин